Дорогие братья и сестры, приветствуем вас славным именем Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа в этот славный день встречи с нашим Господом. Прежде чем мы с вами начнем новую тему, хотелось бы передать приветы от наших братьев и сестер, которые желают приветствовать всех слушателей, а также и нас с вами. Привет от семьи Гуменюк из города Товсте, это Украина. Также нас приветствуют две сестрички и две Людмилы из Америки. Привет передают также снова из Америки, это Михаил и Лидия из штата Вашингтон. Привет из Киева, брат Евгений, сестра Светлана и брат Илья передают привет. Привет передают нам из Риги, брат Валерий, а также передает привет сестра Оксана, сестра Мария из Коломыя, Западная Украина. Мы благодарны за ваши приветы, принимаем от вас и тоже лично всех приветствуем, всех наших слушателей. Мы рады, что мы можем с вами встретиться в эфире, пообщаться, поговорить и передать приветы, что мы есть, мы всех любим и желаем, чтобы у нас было тесное общение. Хотелось бы в первую очередь перед тем, как мы начнем уже наше служение, объявить, что кончается год и обычно в церкви АСД есть молитвенная неделя. Это срок определенный или последняя неделя года, когда каждый из нас делает самоисследование, подведение итогов за прожитый год. Дело в том, что это церковное постановление, постановление для того, чтобы каждый, кто прожил этот год, мог поблагодарить нашего Бога за все его благословения, за охрану, за милость, поблагодарить за все, что в вашей жизни было, а также и попросить в эти дни от Господа сил, попросить мудрости и всего необходимого, что каждый желает. Это неделя, это неделя посвящения нашему Господу. Это те дни, которые мы с вами будем встречаться на общих собраниях, а также каждый из вас, из слушателей, может нас видеть в прямом эфире, участвовать вместе с нами в этих молитвенных днях, присоединиться к нам, присоединиться как к слушаниям, а также и в молитвенной присоединении по отношению вопрошения Господа, чтобы Господь нас подготовил и чтобы мы могли встретить Его однажды, когда Он придет на облаках со своими святыми ангелами за своим народом. Молитвенная неделя – это напоминание нам, что мы живем с вами в судные дни, когда происходит суд над каждым из нас, живущим на этой земле. Каждый день подытоженный, прожитый, мы каждый вечер должны вспоминать о том, что мы сделали плохого или хорошего, чтобы мы могли очиститься и совершенствоваться более и более к характеру Христову. В этих судных днях мы должны также помнить о том, что в пророчестве сказано о том и в Священном Писании, что у нас есть единственный посредник и адвокат – это Иисус Христос. И в связи с тем, что мы с вами прожили еще один год – 2019-й, я думаю, что мы, как народ Божий, тоже желаем в эти дни, этой недели сделать итог нашей жизни, раскаяться в том, в чем мы неправильно поступали, опрометчиво, и попросить у Бога прощения, а также и силы для того, чтобы жить благочестивой жизнью. Очень важно примириться с Господом и быть прощенным. После окончания этой молитвенной недели в следующую субботу будет Вечеря Господня. Иисус Христос говорил «Сие творите в мое воспоминание». И мы, как дети Христа, последователи, христиане, мы каждый раз совершаем это воспоминание смерти и страданий нашего Господа с благодарностью сердец, что небо послало нам Единородного Сына, чтобы Он взял наши грехи, которые мы с вами будем на протяжении этой недели исповедоваться в молениях прославления нашего Господа. И когда мы с вами уже будем совершать Вечерю Господню, воспоминание, чтобы мы были очищены и прощены нашим Господом, чтобы мы эту святыню взяли чистыми руками и чистым сердцем. Будет прямая трансляция Вечери Господней. Я хочу обратиться ко всем братьям и сестрам, которые в рассеянии, как мы изучаем в Новом Завете, письма наших апостолов, когда мы читаем, что они тоже писали письма своим собратьям в рассеянности этого мира, когда они были рассеяны посредством гонений. Я хочу обратиться к нашим братьям и сестрам, единоверцам, единого Бога, также Господа нашего Спасителя Иисуса Христа, которые нас смотрят. Вы в рассеянии, как когда-то было христианство, ранее христианство. Но нас объединяет одна вера, один Господь и один посредник, Господь наш Иисус Христос. Поэтому мы обращаемся к вам, чтобы вы имели такую возможность участвовать в Вечере Господней. Вместе с нами будет прямая трансляция, будет все транслироваться. По отношению к вам, мое желание, чтобы каждый из вас подготовился духовно на протяжении этой недели, чтобы участвовать вместе с нами, а также, чтобы вы подготовили все необходимое к вечере. Если у вас там двое, трое или небольшая группа, вы собираетесь и проводите вместе с нами вечерю Господню воспоминания. Вы должны испечь хлеб, пресный хлеб, бездрожжевой. Если кто не знает, как это сделать, может кто-то еще не в курсе, на канале Стоп Грех Лайф и Голос Неба, вы можете найти мою проповедь, где я рассказываю, как это можно приготовить. Поэтому приготовьте опресники, хлеб, приготовьте вино, соберитесь, сделайте праздничный стол, накройте чистой белой скатертью стол, положите этот хлеб и это вино, и в дальнейшем, в процессе служения, я буду регулировать, и вы будете совершать то, что мы будем совершать здесь у нас на месте. Поэтому пусть добрый Бог благословит вашим добром начинании и желании участвовать в вечере Господней. Помимо этого всего, я хочу еще вам напомнить, что наши трансляции служения на молитвенной неделе будут происходить также по дням. В воскресенье, то есть завтра, во вторник, в среду и в пятницу, как обычно, а в субботу будет вечеря Господня. Наше служение будет начинаться в 17.00 по киевскому времени. Поэтому, кто где находится, в каких регионах, пожалуйста, по вашему времени, выходите, подсчитывая, то есть в 17.00. Россия идет в час вперед, у вас будет 18.00. Поэтому пусть добрый Бог поможет вам, чтобы мы вместе с вами все участвовали в этом служении, подготовке, встрече нашего Господа Иисуса Христа, чтобы мы очистились и также в завершении, чтобы были участниками этой святыни в вечере Господней воспоминаний смерти и страданий Иисуса Христа. А теперь будет тема, которую сегодня сестра Лариса нам предоставит, и будем внимательны к этой теме. Почти закончился еще один год, ушел в вечность и унес записанные против наших имен дела. Углянемся на прошедший год и воздадим Богу хвалу и благодарность за Его великую любовь к нам, долгочерпение, за силы и здоровье, за Его нежную отцовскую заботу о нас, за все Его благо и благословения в нашей жизни. Мы также должны исследовать свою жизнь за этот год и восстановить через покаяние свое отношение с Богом, где нарушали Его святые заповеди и Его волю. На этой неделе сегодня мы будем размышлять над Словом Божьим и в молитвах прощаться к Богу о прощении и очищении от всякого греха. Сегодня тема называется «Очистите себя». В ней мы рассмотрим вопросы, почему мы должны очищаться и какие средства для этого предусмотрел Господь. Почему же мы должны очищать себя? Ответ мы находим во втором послании Коринфянам, 6 глава, 16-17 текст. Апостол Павел писал, «Ведь вы храм живого Бога. Как сказал Бог, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Потому так Бог говорит Бог. Выходите из среды неверующих, дослужителей, выходите оттуда, нечистого не касайтесь, выходите из среды Его, очиститесь, носящие сосуды Господни, и освящусь у вас пред глазами народов. Поэтому, мои дорогие друзья, поскольку нам даны эти обещания, давайте очищаться от всего, что может освернить тело или дух, и станем добиваться совершенной святости и испочтения к Богу. Мы приближаемся к дню суда и событиям последних дней, и несущие весь предостережение миру должны очистить руки и сердца. Также мы знаем, что в Новый Иерусалим не войдет ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые записаны у Агнса книги жизни. Елена Уайт писала, ангелы Божьи уже приступили к работе суда, дух Божий постепенно оставляет землю, торжество Церкви очень близко, награда уже почти нами достигнута, и все же среди тех, кто считает себя обладателем полноты небесного света, найдено беззаконие. Я спрашиваю вновь, как может кто-либо, несущий драгоценную торжественную весть для настоящего времени, вынашивать нечистое мысли и творить несвятые дела, зная, что Бог, который никогда не дремлет и не спит, видит каждый поступок и читает каждую мысль. О, Бог так мало может сделать для называющих себя Его народом из-за беззакония, которое Он видит у них. Тот, кто скоро грядет, говорит, все гряду скоро, и возьмесь Дием ее со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Пусть каждый из нас серьезно подумает, будут ли дела, следующие за нами, представлять собой мягкий небесный свет или же мрачную тень. Каждый проходящий час в данное время определяет нашу будущую жизнь. Эти мгновения, потраченные в беспечности и самоугождении, решают нашу вечную участь. Слова, которые мы сегодня произносим, повторятся, когда время подойдет к концу. Дела, которые мы делаем сегодня, переносятся в небесные книги. У Бога есть закон, являющийся не единственным мерилом праведности. Всякий, злоупотребляющий милостью Божией и творивший беззаконие, будет судим по своим делам. Бог призывает нас отказаться от всякого беззакония. Он повелевает каждому из нас лично воспротивиться дьяволу, не принимать его как почетного гостя. Настало время, когда идет обсидование Иерусалима с зажженными свечами. Бог изучает характер, взвешивает нравственные достоинства и произносит свои решения в каждом отдельном случае. В священном писании Бог представлен взвешивающим всех людей, их слова, их дела, их побуждения, которые определяют характер. В первой книге царств, вторая глава, третий текст записано «Господь есть Бог в ведении, и все дела у Него взвешены». Притч 16 глава, второй текст «Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души». В этих текстах содержатся важные уроки. В сердце человека нет ни единой мысли или побуждения, которые были бы неведомы Богу. Он видит все так ясно, как если бы это было написано перед ним яркими буквами, и он взвешивает личные побуждения и действия. На одну чашу весов кладется Божье требование, на другую – характер человека, и для каждого перевес или недовес определяет благоденствие или скорбь. На чаше весов у многих будет написано «взвешен на весах» и найден очень легким. «Станут ли те, кому грозит это определение, исследовать самих себя, судить себя, а не кого-то другого, рассматривать себя во свете Божьего закона? Преобразован ли наш характер? Превлатилась ли тьма в свет, а любовь к греху в любовь к чистоте и святости? Обращены ли мы, научающие истине других? Произошли ли в нас глубокие радикальные перемены? Отражается ли в нашем характере Христос? Преобразованы ли мы Духом Божьим или мертвы в наших преступлениях и грехах? Если Бог предусмотрел для человека вешенную жизнь, значит, у него есть средства, помогающие человеку исполнить Божьи требования и проявлять святость в этой жизни. Путь к небу открылся безгранично дорогой ценой для небесного Отца и Сына. Иоанн записал, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующего не погиб, но имел жизнь вечную. Апостол Павел в своем послании к Ефесянам записал такие слова. Христос возлюбил церковь и отдал свою жизнь ради нее, чтобы отделить ее для Бога, очистив ее посредством погружения в воде и посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна пред Ним в любви. Как видим, человек очищается у своих грехов при крещении, заключая завет с Богом и обещанием Богу жить новую жизнь со Христом и через Слово Божье. Все должны сделать выбор в пользу послушания этому Слову. Дух пророчества Енова писала, будет ли Бог вынуждать нас к послушанию или принуждать нашу волю? Никогда. Господь наделил нас способностями, умом, здравомыслием. Он послал с неба своего единородного Сына, чтобы открыть для нас путь и сделать достижимым для нас бессмертие. Какой же учет мы дадим Богу за наши слабости, непослушание, нечистоту, за наши недобрые мысли и злые дела? Истина, принятая человеком в сердце, освящает его. Если же она не притворяется в жизнь, она мертва и бесполезна. В Псалмах 118 Давид писал, вопрос, как юноше содержать в чистоте путь свой? Ответ, хранением себя по Слову Твоему. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы мне не грешить пред Тубою. Апостол Петр в своем первом послании 1 глава 22-23 текста писал, «Очистив себя послушание истине, любите своих братьев-христиан не лицемерной любовью, но от чистого сердца, всеми силами души. Ведь источник вашей новой жизни, не смертная семья, но бессмертная – это живое и вечное Слово Бога. Как новорожденные дети, жажбите, цельного, духовного молока, чтобы с его помощью возрасти и достичь спасения». В молитве к Отцу Иисус Христос просил своего Отца, «Освяти их истинною Твоей, ибо Слово Твое есть истина». Он также говорил своим ученикам в Иоанн 15 глава 3 стих. «Ви уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам». В Дух Пророчества записано такие слова. «Пусть Божье Слово является путеводителем и мирилом жизни. Пусть этому Слову, которым выражены его заповеди, будет оказано послушание. Бог повелевает каждому со всей ответственностью употреблять все свои способности на исполнение его ясно выраженной воли». Апостол Павел, пишет Фессалоникийцам, написал, «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой суд в святости и чести. Ибо призвал у нас Бог не к нечистоте, но к святости. Бог говорит каждому, будьте святы, ибо я свят. Бог послал своего любимого Сына, чтобы дать нам пример во всем. Христос – наш личный и живой Спаситель, и является для нас все и во всем. Постоянно взирая на Иисуса, мы отражаем Его образ на все вокруг нас. Когда наш ум обращен ко Христу, характер преобразуется по божественному подобию». Поэтому Иоанн записал, «И всякий, имеющийся надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Мы должны быть едиными со Христом, как Он един с Отцом. И Отец возлюбит нас, как Он возлюбит своего Сына. Мы можем получить эту ту же помощь, какую имел Христос. Мы можем обрести ту же силу в любой опасности, ибо Бог будет охранять нас. В Деяниях 5 глава 31-32 текста записаны слова апостола Петра. «Бог воскресил Иисуса, возвысил Его десницею Своей начальника и Спасителя, чтобы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели Ему всем мы и Дух Святой, который Бог дал, повинующихся Ему». Через пророка Иезекиля 36 глава 25-27 текста написано, «Как Бог обращается к Своему народу и говорит, «И окроплю вас чистой водой, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и Дух Новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас Дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Святой Дух Божий призван к общению с человеком и пребывает в сердцах послужных и верных Богу людей. «Свет и сила будут даны всякому, кто ревностно ищет их, дабы обрести мудрость в борьбе с Сатаной и побеждать в час искушения». Елена Уайф записала так вот такие слова. «Наша вера и наши дела, как Божьего народа, обязаны быть заряженной энергией Святого Духа. Бог не ограничен ни местом, ни личностью. Он смотрит с небес на детей человеческих, Он видит их затруднения и знает обстоятельства каждой человеческой жизни. Он знает, как воздействовать на человеческое сердце, и не нуждается, чтобы кто-либо руководил действиями Его Духа. До тех пор, пока Церковь довольствуется малым, она не сможет принять от Господа Великое. Почему же мы не вожаждем и не взалкаем дара Святого Духа Божьего, если это единственное средство, способное хранить в чистоте наше сердце? Господь более желает дать нам Духа Святого, нежели родители, благие деяния своим детям. Церковь Христа призвана быть святым, сильным народом, имеющим доброе имя на всей земле. Для каждого из нас открыть источник для уметия греха и нечистоты. Евреям 9 глава, стек. 14 написано, апостол Павел говорит, «Кровь Христа, который с помощью Вечного Духа принес самого себя Богу, как непорочную жертву, очистит нашу совесть от дел, ведущих к смерти, чтобы мы могли служить живому Богу». Иоанн также пишет, «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Через Иисуса Христа каждый человек может смело приближаться к трону Божьему в уверенности, что обретет милосердие и благодать, которые помогут Ему в трудные времена». Елена Оайт писала в своих трудах, «Бог всем освящает дорогу своим светом. Людям посылается обличение, предостережение и предупреждение в подобных обстоятельствах. И Бог осуждает грех в любой его форме. Распущенность решительно порицается и осуждается. Мужчины и женщины будут судимы в соответствии со светом, посланным от Бога. Уроки, которые остались без внимания, превращаются в страшные суды». В Слове Божьем говорится об избрании, когда человек избирается для спасения. Многие смотрят на конец в полной уверенности, что они избраны для небесного блаженства. Но не об этом избрании речь идет в Библии. Человек избирается совершать свое спасение со страхом и трепетом. Он избирается облечься во всеоружие Божье и подвязаться добрым подвигом веры. Он избирается использовать Божьи средства, которые Бог сделал для него доступными в борьбе против каждой низменной страсти, пока сатана борется за его душу. Он избран бодрствовать в молитве, исследовать священное писание, избегать искушения. Он избран постоянно верить, повиноваться каждому слову, исходящему из уст Божьих, чтобы он был не только слушателем, но и исполнителем слова. Такого библейское избрание. Елена Уадь призывает, взывает ко всем слушателям, ко всему народу Божьему, что необходимые средства обеспечены, и никто не получит никакого изменения в грехе. Если вы не одерживаете победы, на это есть причины. Вы не повинуетесь открытой Божьей воле. Вы не молитесь, вы не боретесь, вы не удаливаете дурные привычки и не изгоняете нечистые мысли. Сильнее ли вы Бога? Можете ли вы осмелиться спорить с вечным? Если вам не выдержать Божьи суды, если вам не выдержать Его мщение, то не ходите больше по вашим злым путям. Поднимитесь и противостаньте сатане. Сделайте что-нибудь и не откладывайте это. Покайтесь, исповедуйте свои грехи, оставьте их. На наш мир скоро грядет день пылающего огня и бури. Сообразуйте свою жизнь с простыми предписаниями слова Божьего. Ищите помощь Божьего Духа через бодрствование и молитву. И благодаря возлюбившему вас вы выйдете более чем победителями. Имея возможность, я бы дала сигнал тревоги моим братьям и сестрам. Я бы настоятельно убеждала их, как устно, так и письменно, жить в Господе и ходить с Богом, если они хотят умереть в Господе и в будущем войти туда, где Господь пребывает вовек. Не противтесь небесным предостережениям. Обратитесь к оставленным пренебрежениям и призывам, мольбам, предостережениям, порицаниям Божьим. И пусть они исправят ваше слогенравное и греховное сердце. Пусть преобразующая благодать Христа сделает вас чистыми, верными, святыми и такими привлекательными, как белоснежная лилия, распускающая свои лепестки на поверхности озера. Посвятите вашу любовь и привязанности тому, кто умер за вас на Голговском кресте. Научите ваши уста славить Его и возносить Ему ваши молитвы, как святой Фемиам. Аминь. Сейчас призываем всех к молитве. Мы будем молиться здесь, в своем собрании, а все, кто нас слушает, будут молиться по своим местам, где кто находится, по двое или по трое, какая у кого есть возможность.